всем привет сегодня готовлю пиццу вместе готовить готовлю из того же универсального теста как для пирожков и хачапури здесь единственно что половина порции для тех кто не видел как я делаю это тесто повторю вот значит муку добавляем чайную ложку где-то чуть больше чайной ложки дрожжей 2 чайные ложки соли и щепотку разрыхлителя здесь так сухие ингредиенты перемешиваем дальше мы будем молоко прогрелось сюда значит 2 яйца сюда же сметану значит 3 столовые ложки сметаны здесь тесто получается очень вкусное пицца вкусная получается с таким тестом щепотку майонеза майонез и разрыхлитель служат для того чтобы тесто получилось хрустящим все перемешиваем добавляем растопленное сливочное масло здесь у меня 100 грамм и 2 стакана 200 граммов молока теперь эту смесь добавляем муку ну приблизительно здесь килограмм получилась муки с добавлениями все дальше смазываем чистую посуду она жидкая потом при раскатывании все равно мы будем присыпать стол мукой так что это нормально после масла уже все мелко включим все ставим в теплое место лайфхак как очистить прилипшее тесто присыпаем мукой все это конечно мы не будем добавлять теперь помыть уже будет легче сейчас быстренько здесь уберусь и будем делать соус томата покажу вам как я не делаю динамичку муку муку а и и Смотрите продолжение в следующей серии. Продолжение следует... Смотрите, это персиковый сок, который я делала прошлым летом и снимала. Виднее, все, что от него осталось. Итак, в кастрюльку или в сотейник, где будем готовить, добавляем немножко масла. У меня здесь помидоры, пропущенные через мясорубку. Видно? Вот они постояли в ведре. Они у меня были замороженные. Можно любые помидоры, пропущенные через мясорубку. Вот здесь вот жидкость собралась, видите? Я его сейчас буду сливать. Чтобы оно быстрее приготовилось, буду вот эту жидкость сливать. Потому что пока она там... Ну, когда она начинает кипеть, брызгается везде. Поэтому я стараюсь быстро его приготовить. Итак, вот жидкость вся сливается. Пока пронесу остальные ингредиенты. Перец. Сладкий перец. Два зубчика чеснока. Я их не буду нарезать, я его потом просто уберу. Просто, чтобы вкус был. И так, вот сколько жидкости. Осталось совсем мало. Этого нам хватит. И так, вот сколько жидкости. Дальше ставим маклитуру, добавляем соль, чуть-чуть надо сахара, чтобы убрать кисленькую щепотку. Там чеснок я уже положила, перец черный, паприку, чуть-чуть, пол чайной ложки. Дальше у меня здесь приправа, вот эти вот итальянской кухни, травы, я всегда ими пользуюсь, очень часто я в бельбер-блюдах. Пол чайной ложки и сушеный базилик. Чуть-чуть сушеной петрушки, щепотку. В общем, все, что у нас есть дома, все добавляем. Вот уже у меня начинает кипеть, часто перемешивать, чтобы не брызгаться. И сюда же такой маленький кусочек болгарского перца. Как только увидите, что жидкость выпарилась, уже проявляется масло, можно выключить. Сегодня немножко по-другому сделала оттенку. Мне все говорят, что я себя не показываю. Вот, показываю весь процесс. Значит, у меня здесь помидорки черри. Ох, вкусно пахнет. Надо в них помнить сначала. Сначала скажут, что у себя не снимает слишком коротко, слишком непонятно. Потом скажут слишком длинно, зачем нам этот процесс весь мойки. Просто показываю обычный день. Вот, соус у меня брызгается. Как сделать, чтобы было видно все. Соус выключаю. Вот. Он сейчас должен остыть. Потом уберу вот этот болгарский перец и чеснок. Все равно он остынет, пока там тесто поднимается. Тесто поднимается. Так прикольно. Продолжение следует... Сосиски. Любые можно. Можно добавить еще и колбасу. Я обычно так и делаю. Сегодня только сосиски. Вот так, пока хватит. Потом есть что добавлю. Помидорки. Продолжение следует... Помидоры очень вкусные. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Убираем болгарский перец... Чеснок... Еще один чеснок... Добавляем... Добавляем сюда майонез... Обычно майонез смазывают прямо на тесто... А я делаю именно так... Так получается соус намного вкуснее... Все, соус готов. Сейчас попробую на соль... Сейчас попробую на соль... Немного соль... Все... Все, все у нас готово... Ждем тесто... Пока ждем тесто... Приготовлю... Приготовлю пока обед... Чего сидеть... Кто-нибудь... Кто-нибудь еще как я мучается... Думая, что приготовить... На самом деле... Готовить-то не так сложно, чем... Что-то делать... А то шукурится с луком... Самая легкая... Эта которая кладет... Цвет кладет, за fascinated кмени как лук отношу... Ч live... Красивую кожу... Я убираю.. Кnuaren... Хл Extension... Мы в различиххотек... Или затянули... Еще... Не живут и сокрением... Ум た chains... Умлетел... 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 Ставимmüş... Итак... Умлетел... Он такие... Крылышко я собираю отдельно в морозилку, так его никто не ест. Потом обжариваю. Делаю крылышки, как в KFC. Кстати, у меня есть на канале. Беру его в морозилку. Груденька большая. Я возьму ее немножко и обжарю для питья. Беру его в морозилку. 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 Беру его. Беру его в морозилку. Беру его в морозилку. Беру его в морозилку. Смотрите продолжение в следующей серии. 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 Продолжение следует... Половина картошки. Продолжение следует... 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 Хотя, не знаю, мне кажется, вверх-вниз достаточно было бы. И температуру поставлю тогда. Сколько поставить-то? 190, наверное. Вот так вот. Должно нагреваться только низ. Конвекция. О, греется. А вверх нет. Пусть разогревается, пока я приготовлю. Заодно проверим духовку. Так, начнём. Смажем форму маслом. Масло сливочное у меня. На самом деле, очень тяжело снимать. Вот так вот полностью всю готовку я не снимала. Поэтому, если что, извините. Если вам такой формат не нравится, напишите в комментариях. Я буду тогда, как раньше делать. Просто снимать, как готовлю. С себя не буду показывать. И вокруг тоже. Если честно, я в этой духовке готовлю в первый раз. Поэтому здесь вот листы, они большие. Я, наверное, на две части разделю. Сейчас даже взвешу, чтобы одинаково было. Потому что раньше-то у меня духовка, она маленькая была. Размер у той был 50. А у этой 60. Поэтому к этой надо ещё привыкнуть. 180. Здесь, наверное, больше. О, 60 килограмм. Вот так вот. Сейчас. Так, надо накрыть. Вот так вот. Скользить надо что-то покрыть, может быть. Посмотрим, если тесто будет слишком большое, уберу. Излишне я уберу, потому что совершенно долго здесь я не уберу. Поехали. Возьмите, чтобы не было, уберу. Возьмите. 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 Это когда начинаешь все красиво, а потом терпения уже не хватает и все кидаешь. Вот так вот. Дальше вангварский. Духовка нагрелась, пищит. Теперь мясо. Мясо, где большие воды попали. Слишком большие, детям неудобно кушать. Где осталось? Где забыла? Не вижу. Так, выкладываем помидорки. Все. Какая красота. Ставим на третью из пяти, потому что ветка все равно не греется. Или лучше на вторую, не, лучше на вторую. Все. Пока я была занята мясом, пиццей у меня уже мясо все обжарилось, не то что потушилось. Хорошо, что не подвалила. Соль посыпала кукуму немножко в картошку. Здесь какую-то картошку не нарезала. О, уже тесто поднимается. Слышку пока не закрываю. Пицца наша готова, где-то 15 минут понадобилось. Посмотрим вниз, поджарился. Паркалка. Паркалка. подготавливаем. Второй раз, чтобы меньше брать, я взяла тесто поменьше. Добавляем курицу, 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 курицу и курицу. Добавляем курицу. Добавляем курицу. Добавляем курицу. проверим что у нас здесь очень жарко просто на улице смотрим как обжарилась все хорошо хотим кишечку какое тесто. Оно на видео кажется толстым, но на самом деле еще тоньше. Достаточно оно обжарилось. Теперь закрываем крышку, но не полностью. Так вот, капли открыты. Надо ползать. Тесто снизу хрустящее. На самом деле оно вот такое мягкое очень. Прям тает. Поставила на другой режим, посмотрим там как быть. Макс, ты пришел? Нет, красиво. Что? Моя любимая пицца? Да, давай пробуем. Давай. Только не испачкай себя. Ммм, так вкусно. Лайм. Оставшееся тесто заворачиваю, делаю сосиски в тесте. Сосиску не целую, а вот половину посередине, потому что слишком быстро получилась. Так что тесто не пропадает. Сыра просто полкило это мало. Тесто больше получилось. Тесто уже не получается. Как-то еще. А, хорошо. Не переживай. Сосиска идет на лицо, тесто на лицо. Места нет. Места там снимает? Угу. Там, по-моему, больше полчаса или 15 минут он не снимает. Места не снимает. Места не снимает. Места не снимает. Места не снимает. В принципе, в режиме пицца пекается лучше, быстрее просто. В основном так же. Я бы напоследок режим пиццу включила, чтобы верх тоже немножко погрумянился. Так. Желток. Я уже все делаю быстро, мне надо за раулы бежать. Места не снимает. Ставлю в режим верх-вниз, в середину, на 190 градусов. Слышно, как хрустит, да? Места не снимает. Субтитры сделал DimaTorzok Добавил субтитры DimaTorzok Добавил субтитры DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok 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 Субтитры сделал DimaTorzok Добавил субтитры 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 DimaTorzok нам домохозяйкам тоже нелегко особенно не люблю я думать что приготовить приготовить нормально смогу а вот то что думать что приготовить вот это сложно вот пишите понравилось вам смотреть вот такое видео полностью мою кухню как я готовлю как я все делаю как я живу либо как раньше могу делать короткие видео будет зависит от ваших комментариев от я все это учту многие не любят длинные видео можно сразу рецепт показать и все рецепты хотела показать сегодня как опять же универсальное тесто свое дрожжевое как из него можно делать вкусную пиццу поджаристую хрустящую вот из нее получается и булочки с сосиской и как бы сосиска в тесте и пицца не все что угодно и хотела показать еще соус который я делаю и пока есть время вот приготовил еще обед все надеюсь вам все понравилось надеюсь вам было не скучно вот не люблю это слово говорить но подписывайтесь если кто не подписан если хотите дальнейшем видео видеть обычный день я провожу тоже могу снимать свои уборки свою готовку как я живу все это пишите в комментариях все то что все это надеюсь вам все понравилось долго не выкладывала видео потому что у меня чертка духовка сломанная была не могла готовить вот достала уже но она у нас уже купленная была духовка встроенная поставили пока что на шкаф пока ремонта нет после ремонта уже поставим его на место пока буду готовить так вот надеюсь вам все понравилось пока пока вкусно ну ты так ждал пить его я не буду качать я не буду качать понимал